Беларусь и Россия переходят на систему сниженных тарифов мобильной связи с 1 ноября. Это не отменяет полностью тарифы на роуминг, но резко сокращает их стоимость. Звонки подешевеют в 20 раз с 30 центов до полутора. Минздрав обновил список государств, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. С этого дня он пополнился на 28 позиций. В него вошли Франция, Бельгия, Польша и Литва. Люди, которые прибыли из этих стран, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 дней после приезда в Беларусь. Полный список доступен на сайте ведомства. Минобороны обращают внимание жителей. Рассылаемое от имени ведомства электронное сообщение о явке военкомат – фейк. Адрес не принадлежит военному ведомству. Минобороны подчеркивают, призывникам приходят только персональные повестки. В Минске появится новая транспортная развязка. Ее построят в столичной каменной горке в районе улицы Налибокской. Она разгрузит выезд из Минска через Притыцкого. Проект включен в план на 2021-2026 годы, но из-за степени важности его реализуют в числе первых. В Бабыске пройдет субботник. Навести марафет на территории города организации выйдут 24 октября. Все желающие могут присоединиться к экологическому движению и навести порядки на дворовых территориях.